Друзья, приветствую вас на канале Да это так, меня зовут Максим Назаров, со мной на связи заслуженный юрист Украины Марина Ставничук. Марина Ивановна, здравствуйте. Витая вас, Макс. Слушайте, друзья, без вас никак, без вашего лайка, без вашего комментария. Я прошу вас, принимайте участие в нашей беседе, в нашей дискуссии. Все ваши комментарии адекватные, читаются, принимаются во внимание, поэтому, пожалуйста, будьте активны. От этого зависит, какое количество человек на платформе YouTube увидит этот разговор. Марина Ивановна, смотрите, 24 мая, уже три дня как, Владимир Зеленский, скажем так, пять лет и три дня. Пять лет и три дня легитимный. Майдана никто не собирает, никто ситуацию не шатает. Путин ведет все ровно так же, как там и предыдущие два года. То есть, тема затихла, особенно после угроз Стефанчука. А я напомню нашим зрителям, что спикер парламента Стефанчук сказал, что все те, кто называют, даже не называют, а шатают тему легитимности, те враги Украины. Мнение Стефанчука для меня, если честно, вообще ничего не значит, несмотря на то, что он тоже числится в отдельном столбике первоклассным юристом и адвокатом, если я не ошибаюсь. И мне ваше мнение важно. Вы работали и с президентами, и с Центральной избирательной комиссией. И с КСУ тоже. Да, да, и с КСУ тоже. Вот мне ваш вердикт хочется услышать, чтобы поставить в этой теме окончательную точку, по крайней мере, в наших разговорах, и убедиться, что действительно никто не будет качать эту тему в дальнейшем. Ни внутри Украины, ни снаружи. Макс, на помимо от многих других, которые до темы легитимности президента повернулись лише в последний месяц, в последние дни, как раз напередуне завершения 5-речного термину, или строку, скажем так, перебування Володимира Зеленського на посту президента, мы с вами это вопрос обговорили достаточно давно. И несколько акцентов, которые отвечают, как на меня, и Конституции, плюс Конституционному законодательству Украины, а также вимогам политико-правовым сегодняшнего дня. Мы все же с вами расставили уже несколько месяцев назад. Ну, по сути, я прошу прощения, вы впервые у меня в разговоре использовали фразу, ну, по крайней мере, для нашего дискурса в Телеграме, в прессе сегодня. Это демократическая, скажем так, народная легитимность. Вот так скажем. Безумовно, для меня питание легальности. Я повязываю с формально правовою, конституционно-правовою легитимностью. И с тією точки зору абсолютно без сумніву, виходячи з положень Конституции Украины, системного аналізу положень Конституции, а также Конституционного законодательства, в частности, про правовый режим военного стану, президент Володимир Зеленский, на своем посту, подчас фактического стану войны, подчас военного стану в стране, который является легитимным и легальным. Так, это не сложно. Вот что же не делаем. Рядом, это звук. Это параллельно тут звук. Это техническая накладка. Я вас чую, я вас чую. Говорим спочатку? Ні-ні-ні, я вас чую, я вас чую. Ага, добре. Добре. Али с точки зору, так би мовити, демократичної легитимности, також важливо зауважити те, що сам стан формального конституційно-правового фіксування, скажімо, легальності, законності перебування на посту президента Володимира Зеленського у цей період і на найближчу перспективу має легальний характер, передбачає все, що це не індульгенція для теперішньої влади на будь-яку поведінку. І президент України, і у цілому українська влада зобов'язані на сьогоднішній день у цих складних воєнних умовах робити все, щоби зберегти довіру і повагу українського народу, щоби забезпечити людям віру у майбутнє, щоб найголовніше відстояти національну безпеку, територіальну цілісність, державний суверенітет України. І тут дуже важливо розуміти, що з одного боку суспільство українське, насамперед український народ, мають бути впевненими і переконаними у тому, що як тільки складеться можливість завершення воєнного стану у державі, держава уже вживає і вживе на найближчу перспективу всіх заходів щодо проведення виборів, зокрема президента України. Це з одного боку, а з іншого боку, при всій складності сьогоднішнього дня президент українська влада має бути зі своїм народом, зі своїми збройними силами України. Власне кажучи, це ті аспекти, які надзвичайно складні, надзвичайно проблематичні і для влади, і для людей, тим не менше оцей баланс, режим довіри, режиму довіри все ж таки треба намагатися зберігати, бо це... Ну от Маріна Ваніна, як? Тут питання поняття в тому, ну вот, например, довіряємо ли ми во время війни соціальним опросам, на которых опірається власть з року в року? Не довіряємо. Ми знаємо прекрасно, що вони проплачені, і вони кон'юнктурні, і вони підконтрольні, це понятно. Тобто ми не можемо вірити, це не... Тобто ми вперві можемо зафіксувати, що соціологічні опроси в Україні нерелівантні. Ну, согласно МАКС, с такою вашою оцінкою, і не раз ми тож говорили об цьому в ефірі, єдинственне, що можу сказати, що це применимо не тільки к українській власні, і не тільки к українському государству. Це обща тенденція сьогодні в мірі, по-більшому сьогодні. Согласен. Достаточно складно розраховувати науку, соціологію сьогодні в собственному смыслі і доверять результатам тех соціологічних ісследовань, які проводяться в різних країнах. Тим паче, є действительно сложності два услуга. А на що тогда опираться, коли ми говоримо о народній легітимності? На що? На фейсбук-комментарії? Народна легітимність, она неразрывно зв'язана все-таки з Конституцією і з правовою системою государства. Тому, ісходя з того, що баланс цього доверію, необхідність, соблюдення доверію со сторони людей к власти потрібно все-таки обеспечувати, власть каждый раз должна сверять. Мені кажуть, що я кажу якісь формальні речі, в українських реаліях, вони даліки, к сожалению, от того состояния, в якому знаходиться сьогодні государственне управління. Але, тим не мене, для того, щоб этот баланс береться, я вже десятый раз повторяю за цих 10-7 минут нашого ефира, що все-таки кожен раз во главу угла це потрібно ставить, необхідність доверію людей к власти. Условіях войны – це одне із важніших условій не тільки сусуществування країни, обществу і власні, а й обеспечення національної безпасності. Здесь понятно, є ще один вид легітимності, скажімо так, це признання, фактическе признання української власні, ми зараз говоримо конкретно о президенті України, Владимире Зеленському, іностранними партнерами, посольствами і так далі. Многі поговарують, що Анна Ліна Бербак, яка приїжджала в Київ недавно, 21 має, вона підтвердила легітимність президента. Тепер ми говоримо о тому, що глобально весь цивилизований мир підтвердить легітимність Владимира Александровича, але на самміті міра, який пройдет через, чуть менше, ніж через місяць. Давайте ми з вами перейдемо все-таки в цивилизований, легітимний, хорошо. Кстати, Путин тоже сказал, що пускай Конституційний суд України рішає, легітимний ли президент чи нет, нам-то как бы все ровно, то есть признають. Макс, значит, ми исходимо з того, що все партнеры українського государства, української власні практично в тот или иной способ засвидетельствовали признание легітимности українського президента. Да, є необхідність ставитися во главу угла нашими партнерами, ну, в частности, визит госсекретаря Соединенных Штатов і та інформація, яку ми маємо по ньому, ставиться в вопросі боротьби з коррупцією, надлежащого составу правительства, желаний наших партнеров в виде тех или иных лиц, скажем, в українському правительстві. І ми понимаємо, що це є серйозна проблема, какую би ми не взяли сферу, чи внутрішнюю, чи внешнюю, ми понимаємо, що правительство сьогодні в Україні не на місці, а для підтвердження, усилення, скажімо, легітимності президента действительно дуже важна в собственному смыслі качественне правительство в Україні. Це з однієї сторони, і для, в тому числі, і для міждународного аспекта цей вопрос важний, тому що все-таки демократичні держави привыкли мати дело з легальними правительствами, з легітимними правительствами в собственному смыслі. Тобто кабінет міністра в Україні має чітко действувати не по указанню, навіть вне конституційний, вне правовой спосіб, а має діювати в області своїх полномочий. Кажеться теоретичний вопрос, але має кожний день прямое прикладное значення і реалізію. Значить, тому ми исходимо з того, що наші партнері і по, скажімо, по Європейському Союзу, і наші партнері по НАТО, і по тех формуваннях, які сьогодні работають реально, там, скажімо, відпоследнє засідання Рамштайма, і всі европейські структуры свидетельствують о том, що, во-первых, вопрос легітимності президента України – це внутрінний вопрос, це перше. І второе, що все государства, їх об'єднення і структуры признають легітимність президента, признавая при цьому необхідність проведення виборів в можливі короткі строкі, як тільки буде к цьому соответствуюча обстановка і основання. Це раз, і поэтому українська власть дозна показати, що она роботає над організацией підготовки избирательного законодательства, качественно нового, скажімо, рішення практических вопросів, избирательних процесів, які дозволі бути на час Ч, на час Х готові. І це не можна упускати. Ну і з другої сторони, нам понятно, що є видіння країни-агресора, її руководителю касательно легітимності українського президента. Ми ісходимо з вами, ми граждані цієї країни. Ми, українці, ми ісходимо з того, що для нас важливо, щоб у власть була обеспечена стабільність, але ця стабільність должна бути законна, конституційна, динамична, щоб це не був безпредел. Це з однієї сторони. Ми заінтересовані в тому, щоб українська власть могла действительно реально представлять і в міжнародних отношіях, як би була представлена. Вторій момент. Третій момент. Важно все-таки вернуться к вопросу конституційного суда. Але якоби Путін і говорить о том, що це не їхній вопрос, але це зерно сомнення, що цей вопрос має бути решений конституційним судом, все рівно сеється. І це те... Марія Лавна, я извинію, я перебію все-таки. Ви перечисляєте, і це все дуже правильно. Я просто хочу понять, по вашому мнению, не так, як по конституції, по закону, а конкретно по вашому мнению, оціночному, який орган, який інститут сейчас може контролювати українську власть или, там, например, офіс президента от превышения полномочий, от правильности курса, как вы обозначили, от того, от сего, і так далі. Вот даже конституційний суд, ну, он не може контролювати. У нас получилось так, що президент со своими указами і законами вже, ну, не то, щоб дискредитував, да, но поставив конституційний суд немного на другое место. Вот кто контролює, какой орган? Ну, знаєте, все президенты Украини старались тот или иной способ поставити, в частности, конституційний суд, как вы говорите, на другое место. Вопрос самих судей конституційного суда, насколько можно или нельзя их поставить в другое место, чем то, что отведено им конституцией і законам о конституційном суде. Я тысячу раз в ваших ефирах і не только в ваших говорила, що президента Зеленського, в частности, очень серьезно подвели его представители в конституційном суде точно так, як представитель українського парламента, бывший представитель, который теперь судья конституційного суда, потому что обе эти фигуры и бывший представитель, бывший представитель парламента, да, и бывший представитель президента в конституционном предыдущий, поставили свои интересы, личные свои интересы, выше интересов государства и президента Зеленского. Тем не менее, сегодня мы имеем такую ситуацию. По вопросу легитимности президента Украины никто из надлежащих субъектов не обратился в конституционный суд. Это факт, который имеет место быть. Это говорит о чем? Что были политические дискуссии, были те или иные обмены мнениями, кто-то был за то, что необходимо обратиться в конституционный суд, кто-то рассматривал риски, связанные с этим обращением и отношением, скажем, судей конституционного суда к президенту Зеленскому. Но факт остается фактом. Серьезного правового конституционного конфликта в связи с вопросом легитимности президента Зеленского не возникло. Поэтому и нет обращения в конституционный суд. Написано на эту тему проговорено на эту тему масса. Я в курсе и публикации, и дискуссий, и все. Но тем не менее факт остается фактом. Я скажу, что это по большому счету не есть основанием к тому, что если дискуссия в какой-то момент дойдет до какой-то крайней точки, никто не обратится в конституционный суд. Нет, никто не запретит и на теперешнем этапе обратиться в конституционный суд. Тут важно, что конституционного конфликта, конституционно-правового конфликта в середине нашей страны в политикуме украинском все-таки не было в такой степени, что была необходимость обращения в конституционный суд. И поэтому президенту Путину и его спикерам, пропагандистам не надо ставить так вопрос, что вот только конституционный суд в этой ситуации, которая сегодня присуща Украине, должен решить этот спор. Если бы этот спор серьезный, действительно глобальный возник в государстве, все равно нашлись бы те, кто обратился в конституционный суд. Но я напомню вам, что в парламенте вопрос невозможности проведения выборов был продискутирован еще осенью 2023 года. И тот меморандум, который заключили парламентские фракции между собой еще в ноябре 2023 года, свидетельствует о том, что в парламенте был определенный политический консенсус, если хотите, по вопросу невозможности проведения выборов. И каждый сознательный политик при таких условиях в государстве не может скачать ситуацию внутреннюю, потому что у нас значительно больше сегодня возникли те вызовы внешней военной агрессии, чем внутренняя ситуация. Но опять повторюсь, каждый раз это параллельные вещи, которые сосуществуют между собой все время. Они неразрывно связаны. Легитимность президента не есть индульгенция на вседозволенность, скажем так. Я понял, да. не говорим только лишь о президенте. То есть этот режим уважения к народу должен соблюдаться. Я вас услышал, так теперь по формуле мира. Тут очень важно понять, то есть все, с легитимностью мы разобрались, все окей, все хорошо. Но глобально Владимир Зеленский, мы же помним, Владимир Зеленский говорил, что правда это было до полномасштабной войны, если у меня не получится добиться мира, прийти к миру, я уйду и отдам эту миссию в руки другому. Сейчас Владимир Зеленский говорит, что я не могу уйти, потому что война. Но все понятно, все логично в его понимании. Так вот у него миссия закончить эту войну, уже полномасштабную. И формула Зеленского на саммите мира, которая будет обсуждаться, это одна из этих миссий. Насколько мы близки к ее исполнению, Марина просто хочется понять, потому как Запад очень нестабилен. Сам Зеленский признает, что на него не то чтобы давят, но Запад хочет мира в Украине, здесь и сейчас. И как-то непонятно, кого из Байдена лепят, то ли миротворца, то ли победитель, а если миротворца, то ни о каких границах 1991 года уже и речи быть не может. Уже начинают снова поднимать тему корейского сценария. И я хотел бы вас спросить, вы видите вот эти летние переговоры, скажем так, и якобы ультиматум для Путина, как шанс на деэскалацию или наоборот эскалацию конфликта? И вот от этого уже как дальше нам плясать? Ну, давайте так, констатируем реальность сегодняшнего дня. Сегодня ситуация эскалируется. Причем эскалируется достаточно серьезно. Да, если скажем, когда президент Зеленский на Генассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре 22-го года ставил вопрос о необходимости проведения глобального форума мира, который по большому счету все 5 пунктов, а потом и 10 пунктов формулы мира Зеленского были поддержаны и Генеральная Ассамблея ООН и на других на других форумах, и G7 и G20 потом на протяжении нескольких месяцев после выдвижения этой инициативы поддержали эти пункты мира, то сейчас как бы ситуация сейчас ситуация с одной стороны мы все понимаем, я думаю президент слегка не слегка а серьезно изменилась. С чем связано кстати? Ну я понимаю не в нашу пользу ситуация изменилась, не в нашу пользу ситуация изменилась, я так полагаю, а с чем это связано? Ну достаточно серьезно, да, то есть если скажем вопросы тогда в 22-м, в 23-м, когда проводились все подготовительные саммиты вот этому глобальному саммиту мира, который в конце концов в июне 24-го должен быть проведен в Швейцарии, все-таки у нас была не уничтожена еще энергосистема так, как она разбита сегодня. У нас практически сегодня они с позиции силы, страна-агрессор, да, с позиции силы формируют ту серую зону, сегодня Песков кстати повторил опять тезис Путина о том, что Россия готова к переговорному процессу, единственное, что по тех границах, которые сегодня фиксируются в военных действиях. Не удивляет вас, что они слишком часто заявляют, каждую неделю они декларируют это заявление? Ну, мы же понимаем, что идет серьезный мировой процесс и в ходе подготовки, скажем, в том числе и саммита мира, кстати, нам надо все-таки определиться, это глобальный саммит мира, потому что речь шла по большому счету о глобальном саммите. Но Байдена не будет, Сидзепина не будет. Да, я просто хочу вернуться еще к сегодняшнему дню, так как сегодня анонсирован или несколько месяцев назад уже анонсирован этот саммит, это все-таки саммит мира в Украине, если взять вот точное название, которое есть в объявлении проведения этого саммита. То есть для нас понятно, что с одной стороны ситуация сегодня по факту накалена больше, чем она была накалена в то время, когда в 22-м году этот саммит инициировался президентом Зеленским. Ситуация значительно осложнилась военной ситуацией, поведению военных действий. Да, Харьков сегодня каждый день на повестке дня, но мы понимаем, что Харьков на слуху, Харьков будируется, но они борются полностью за выход на границы территориальные Донбасса, Донецкой, Луганской области с тем, чтобы в какой-то момент Че при переговорном процессе уже говорить о том, на какие территории они претендуют. Сейчас заканчиваю. Хотим мы или не хотим из нашего суперпромышленного, суперинновационного региона Харьковской области они ежедневными этими своими налетами ракетными формируют эту серую зону, о которой он так невзначай говорит. Поэтому ситуация очень сложная. Меня беспокоит то, что было заявлено, что порядка 160 гостей приглашено на уровне руководителей государств, на уровне мировых организаций для участия в саммита мира. На теперешний день по объявлению швейцарской стороны, кажется, чуть больше 50 согласились. Заявления говорят о том, буквально два дня назад, на этой же неделе, в пятницу, президент президент Байден в принципе Белый дом говорит о том, что навряд ли президент Байден прибудет на этот саммит, а это важный момент, если говорить о глобальном характере саммита. Визит Путина в Китай и их совместное заявление, к сожалению, в Украине как-то слегка пренебрежительно или все-таки недостаточно внимания уделили совместному документу говорит, а совместный документ все-таки говорит о том, что Китай продолжает настаивать на своем мирном плане и в этом совместном соглашении красной нитью звучат вот эти пункты 12 предложений, которые есть в китайском плане мира, которые по большому счету где-то совпадают с позицией Владимира Зевенского, это размывает, а где-то все-таки размывает. И то, что Владимир Зеленский говорит о том, что из 10 позиций на сегодняшний день можно будет достаточно серьезно обсуждать три позиции мирного плана или формулы Владимира Зеленского, формулы мира, меня действительно серьезно беспокоят. Индия сделала заявление МОДИ буквально тоже день-два, как сделал заявление о том, что Индия будет представлена на саммите. Для нас это очень важная линия стран глобального юга и в частности позиция Индии. Но я так понимаю, что сам господин премьер-министр навряд ли будет на этом саммите. и поэтому для нас надо уже сегодня еще за месяц до саммита я слышу очень крайние позиции, что Украина вплоть до того, что может отказаться от проведения саммита. Да, что же такое есть? Ну да, я же даже такие глупости слышала, причем там наши коллеги рассматривают это украинцы, рассматривают это как какой-то один из трех возможных вариантов поведения Украины при подготовке этого саммита. Считаю, что проделана большая работа. На самом деле и президентом, и его командой проделана большая работа по подготовке этого саммита. Это первое. И исходя из того, что проделана работа, украинская власть должна даже при очень такой сложной международной ситуации, при сложных раскладах международных, все равно постараться максимально выжать из факта проведения этого саммита с точки зрения продвижения к переговорному процессу. Да, все десять пунктов формулы обсуждаться не будут. Тем не менее, скажем, для нас очень важен тот же пункт и в глобальном плане, пункт связанный с ядерной безопасностью. Да, мы не ядерная страна, у нас тут нет никаких функций, но ядерная стратегия страны-агрессора все время дает почву для того, чтобы страны, мировые игроки определялись в этой ситуации. Тут вопрос, на секунду, смотрите, нам важно получить какие-то гарантии или до гарантий получить максимально приемлемые для нас позиции на переговорах, о которых вот говорите вы, то же самое говорила Виктория Нуланд в одном из свежих интервью, да, Блинкин и так далее. Украина должна иметь сильные позиции на переговорах. Я правильно понимаю, что как раз-таки в аккурат под формулу мира, под саммит мира идут достаточно серьезные переговоры аж с иностранным визитом Владимира Зеленского в Европу, да, во Францию, где серьезно в преддверии саммита мира обсуждается разрешение бить иностранными ракетами, западными ракетами по территории Российской Федерации. Я так понимаю, что это разрешение будет. То есть таким образом Запад повышает ставки. Повышает ставки. Я так понимаю, что Запад сегодня понимает всю критичность ситуации для украинских вооруженных сил, для Украины, а соответственно и для себя. Я так понимаю, что гласно или не гласно в зависимости от стран, которые дают нам военную помощь, в том числе ракетами дальнего действия, мы уже имеем согласие на то, чтобы преследовать законные цели на территории Российской Федерации. Статут Организации Объединенные Нации никто не отменял. И мы как страна жертва, как страна, народ, который имеет право на самооборону, можем использовать все методы, которые, кроме тех, которые прямо запрещены международным правом, в том числе гуманитарным военным правом, можем использовать все методы для своей защиты. Современные способы ведения войны говорят о том, что без поражения объектов, которые на оккупированных территориях и имеют стратегический характер для ведения этой войны и объекты, которые имеют стратегический характер на территории врага, есть законными целями для Украины. Международное право никто не отменял. К сожалению, Соединенные Штаты, наши партнеры с самого начала войны недооценили этой ситуации, недооценили врага. Сегодня, я еще раз говорю, по тем новостям, которые мы слышим, скажем, из Автономной Республики Крым, из тех или иных территорий Российской Федерации, я понимаю, что разрешение мы имеем. Это один момент. Более того, формально, формально, я думаю, сейчас вопрос стоит уже даже не об этом, а формально стоит вопрос о том, чтобы вот этот зонтик, о котором все время говорили ПВО европейский, все-таки использовать и для Украины. И об этом, скорее всего, будет речь при встречах в первую очередь Владимира Зеленского с Мамонелем Макроном и с лидерами европейских стран на теперешний момент. Это для нас сейчас более важно, потому что это важно. Еще главный вопрос, вот эти ультиматумы, которые якобы выставляются или будут выставлены, они в чем заключаются? Какой ультиматум еще после всех этих жутких санкций, которые должны были обвалить экономику России и не дать ей возможность воевать и победить, собственно, не сработало нифига? Зарубежные активы не сработало нифига? Гагский трибунал нифига не сработало. Какой еще может быть ультиматум для России, учитывая то, что, в принципе, штаты хотят примирения, штаты хотят торговать дальше полезными ископаемыми, титаном и так далее, и так далее, и так далее. Какой ультиматум России для того, чтобы Путин закончил войну или хотя бы засомневался, стоит ли ему идти дальше? Что делать? Какие? Вот можете на пальцах. Макс, нас ждет очень сложный, тяжелейший переговорный процесс с жесткими, прагматичными позициями. Прошу отличать жесткие, четко определенные прагматичные позиции сторон от языка ультиматума. Потому что понятно, что враг силен, ситуация мировая не так проста. Настроение наших партнеров, исходя из того, что целый ряд электоральных процессов начат и в Европейском Союзе, и в странах Европейского Союза, и в Британии вот сейчас на этой неделе премьер-министр назначил и король согласился с проведением досрочных выборов. Ситуация не так проста в мире. Поэтому для меня понятно, мы, Украина, должны иметь четкую, жесткую, прагматичную позицию. Но это не должен быть разговор языком ультиматума. Потому что ультиматум это всегда так. Я считаю, что это так, а все другие позиции мне не важны. К сожалению, военный расклад и военный тупик, в котором находится и Россия, и Украина, а нам некуда деться. Мы сегодня в ситуации, вот я не военный эксперт, но то, что я слышу и вижу, это определенный тупик и для страны агрессора, и для Украины. Он должен прекратить процесс разговора ультиматумов, вот этот разговор способом ультиматума должен заменить жестко просчитанный прагматичный переговорный процесс. Понял, Запад, да, Марина Ивановна. И это есть главное. Запад, я уверена, что Запад будет от нас требовать. Нам надо четко определить именно такого контекста переговорного процесса, это первое. И второе, нам надо четко определить, каковы наши интересы только реального характера, реального характера, исходя из того, как будет развиваться военный театр действий, какие возможны тут выходы и прогнозы в этой ситуации, и каковы будут политические позиции, внутренние политические позиции в европейских странах и в Европейском Союзе после выборов. Я услышал... Извините, извините, и тут очень важна, мы же сейчас ведем борьбу за то, чтобы, или большую работу, скажем, не борьбу, а большую работу организационную, чтобы и страны глобального юга были представлены на... Ну, мы их потеряли, очевидно, мы их уже потеряли. Да, но они представлены, вы вспомните, как 30 стран глобального юга размывали, по сути, в свое время формулу Зеленского, формулу мира Зеленского, исходя из того, что предложили свои 10 пунктов мира, которые так и провисли в воздухе, но тем не менее, это как инструмент настаивая, настаивать им на какой-то еще третьей, десятой, тридцатой позиции в этом переговорном процессе, и в процессе установления глобального стабильного мира, и в процессе установления мира в Украине. Марина Ивановна, на финал, знаете, когда мы говорим, мы с вами очень часто сегодня используем слово справедливость, если это касается геополитики, если это касается Украины, мы же боремся за справедливость, у меня постоянно зрители спрашивают, Макс, а что по справедливости Украины как государства по отношению к Украине-стране, то бишь к своим гражданам, да, и конечно, поднимается в первую очередь тема мобилизации, вот вы знаете, мы сегодня шутили с моими ребятами, коллегами, вот если бы можно было бы, да, сэкономить денег и не заказывать социологический опрос о том, украинцы, которые там хотят воевать, не хотят воевать, хотят мира, переговоров, а просто оценивать ситуацию в стране по лайкам в телеграм-канале труха, где пишут о теме мобилизации, сколько там дизлайков, сколько там негодования, негодования украинцев, да, то можно было бы делать правильные выводы, но их никто не делает. Я к чему? Мобилизация, вот уже все, 18 мая, два месяца для того, чтобы обновить данные в военкомате, часть украинцев уже скачала документы «Зерв плюс», да, но тут, понимаете, тут вот выходят всякие разные спикеры военкоматов Залопупинска какого-нибудь, или Хацапетовки, или, ну, вы понимаете, Мохосранска, простите, уже за мой, французский, да, и начинают комментировать, по сути, дискредитируя систему и, собственно, весь процесс мобилизации. Говорить о том, что, ну вот, через систему «Резерв плюс» начнут выписывать повестки. Все, сказала, полетела по всей стране, люди снова испугались, люди снова начали удалять или что-то еще. Плюс мы уже слышим заявление о том, что военкомат будет искать уклонистов по налоговым системам, да, по налоговым, по тем, кто платит налоги. Плюс еще, плюс еще. И каждый день, Марина Ивановна, мы видим, как ТЦКшники себя продолжают вести, запихивая в гусики людей, при женщинах, при детях, в общем-то, но ничего не меняется, только усугубляется. И вот у меня тут главный вопрос. Получится ли, и мы сейчас с вами не рекламируем, мы не занимаемся промоушеном, и наоборот, мы ни в коем случае не дискредитируем этот процесс. Получится ли такими методами осуществить эффективную мобилизацию? Или есть какие-то другие методы? Если есть, пожалуйста, назовите. Я вам скажу так, что мы говорили с вами не один раз о необходимости все-таки стимулирующей мобилизации, и такие примеры, позитивные примеры мобилизации есть в определенных подразделениях ЗСУ, которые занимаются рекрутингом в нормальный цивилизованный способ, они с уважением относятся к будущему бойцу вооруженных сил Украины, и нормальным способом осуществляют подбор соответствующих бойцов. Эти примеры также есть. К сожалению, как и в других вопросах, в этом сложнейшем для украинского общества вопросе мобилизации власть не говорит единым, единым профессиональным голосом. К сожалению, Министерство обороны оказалось не готовым, Кабинет министров оказался не готовым. Вы помните, как начиналась законодательная инициатива, когда первый раз в парламент внесли законопроект о мобилизации, и господин Умеров, когда парламент отверг первую редакцию этого закона, уже парламент еще не успел вернуть текст законопроекта в первой редакции в Кабинет министров, а Умеров сказал, что он готов внести уже вторую редакцию законопроекта, все у него уже подготовлено. Так вот, прошло уже практически скоро полгода, ни к чему они не подготовились, потому что, если вы вспомните... Но военные очень недовольны Умеровым, если... Мария Ивановна, вы общаетесь с военными, вы тоже знаете, очень недовольны Умеровым, очень... Так вот, я же вам хочу сказать, что такое, что постановление 560-е Кабинета министров Украины, которое вступило в силу вместе с законом 11 449, да, или 10 449, простите, за два дня до вступления в силу закона было лишь принято. Вы понимаете, да, насколько и Кабинет министров, и Министерство обороны оказались не готовы к нормальной организации процесса мобилизации. Очень плохо, и на этом играет сейчас русская пропаганда. Вы посмотрите, я не читаю Труху, ну вот, не читаю. Ну, это, кстати, глупо. не знаю, сколько там лайков, дизлайков и всего остального, но, скажем, те случаи, которые имеют место в территориальных центрах комплектации, когда военные на местах ведут себя просто безобразно, которые приводят к увечиям, которые приводят к гибели тех или иных гражданских, которые хотели бы мобилизировать, это единичные случаи, но информационное поле построено таким образом, что создается впечатление, что это массовый характер такого поведения, хотя я скажу, что это все-таки единичное. Это говорит о том, что информационным полем те, кто обязаны работать, не работают так, как нужно. Подождите, да, это понятно, секунду, я думаю, важно очень понять, вот смотрите, информационное поле, я как участник этого информационного поля, мы вместе с вами, вот вчера вечером выходит очередное расследование на Бигусе, понятно, все им слили, внутри клановая борьба продолжается, и значит, вот это расследование о том, что у начальника нацполиции снова там супер богатая теща, на подругу жены дома написаны, переписаны, миллионеры, миллиардеры, все, понятное дело, коррупционная составляющая, и вот это информационное поле, а это информационное поле влияет на процесс мобилизации, влияет, ну я так считаю, влияет, потому что люди прямо говорят, мы бы воевали за свою страну, но за такую власть воевать не хотим, это же как бы, это же все идет к тому, что вот этот тезис формируется такими информ приводами, да, информ как бы, инфоповод, да, да, месседжами, но с другой стороны тут же ситуация какова, если говорить о коррупции, так надо ее искоренять как такую, как таковую, а не бороться с тем, чтобы об этом не говорили в информационном поле, тут тоже есть вопрос, то есть власть должна демонстрировать все-таки, ну правильный образ поведения, хотя мы, вы посмотрите, что делается в той же Российской Федерации, в том же Министерстве Обороны, да, абсолютно уже сколько генералов, сколько высших начальников вооруженных сил сегодня арестованы, предъявлены обвинения по коррупционной составляющей и так далее, то есть понимаем, да, что идет, идет, это не только у нас, скажем, это есть, но давайте вернемся к суто, мобилизационному процессу, да, он совершается как бы на вот этом поле, о котором мы говорим, и это негативное поле для мобилизации, потому что люди не понимают, зачем защищать им вот такую власть, вот которая вот в таком образе, это с одной стороны, с другой стороны, люди понимают, что свою страну, свои дома, свои семьи надо защищать, потому что то, что происходило в Буче и не только в Буче, на всех оккупированных территориях, ну, это просто военные преступления, преступления против человечности, и враг же не остановится, если будет оккупировать и дальше территорию Украины, поэтому понятно, что нужно организовать, более того, отдельный феномен этой Марьяны, господи, безумно, безумно, следующий вопрос у меня с языка сорвали, видите, как, я вообще не понимаю, то есть, она дискредитировала вооруженные силы Украины, когда просто ей-то оказалось, что она сводит на ноль Валерия Залужного, как главнокомандующего, бывшего главнокомандующего вооруженных сил Украины, Валерия Залужного, знаете, такая, плюс еще неподобающие там виды поведения привели к тому, что у Залужного электоральный рейтинг был огромен на какой-то период времени, практически к этому привела сама власть, хотя, если бы нормально позиционировались каждый в своей сфере, главнокомандующий должен просто выполнять свое свое дело делать и не обладать этими электоральными рейтингами. Даже Марьяна все это делала сегодня, но то, в какой способ она сегодня в этой критической сложнейшей ситуации на этой неделе дискредитировала командование вооруженных сил, какие эпитеты народный депутат Украины, член комитета национальной безопасности, у которой есть куча полномочий определенных законодательств инициировать созвание комитета, готовить дополнительные какие-то записки, доклады, начиная от комитета, заканчивая руководителя парламента или главы государства. Вместо этого, вместо действия в законный способ, она выходит в информационное пространство и практически обзывая руководство вооруженных сил Украины преступниками. Марина Ивановна, смотрите. Тут очень серьезный момент. Вы понимаете, что нельзя до бесконечности, до бесконечности, если есть профессиональные претензии, к тому же сырскому, к другим военачальникам, есть к тому в сегодняшней ситуации надлежащие формы влияния, контроля, изменения поведения и так далее, и так далее, и так далее. Если власть опять себе задала цель всю ответственность за ситуацию переложить на главнокомандующего Сырского и как на мальчика для избиения, то навряд ли это получится, потому что ошибка, политическая ошибка с Валерием Залужным привела к тому, что вся ответственность за состояние дел, в том числе и на войне, на сегодняшний день переложена на верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Поэтому в одной лодке, начиная от президента Зеленского, от командования вооруженных сил, от до последнего гражданина, включая нас с вами, да, сегодня ответственность за судьбы страны лежит практически на всех вместе, на кого-то в большей мере. Вы понимаете? Поэтому влиять, как по мне, влиять на ситуацию надо все-таки в правомерный способ. И на этом фоне сам Владимир Зеленский, вы послушайте его каждодневное вечернее обращение, я слушаю, и он говорит, я с утра заслушал Сырского, я вечером заслушал Сырского, я с утра заслушал доклад главнокомандующего, мы вечером обсуждали, то есть я считаю, что такие деятели, как Марьяна Безуглая, должны быть приведены в порядок. Вопросы есть, вопросы к фортификациям, вопросы к линиям обороны, вопросы к вооружениям, вопросы к качеству командования на среднем и низовом уровня, все мы понимаем, мы все общаемся с воинами ЗСУ, мы понимаем, что проблема есть, но делать это как фон информационный к состоянию дел в стране, это преступление против Украины на сегодняшний день, и тут я с Русланом Стефанчуком как бы абсолютно соглашусь. Спасибо большое Марина Ивановна за вашу аналитику, за ваш разговор. Я прошу вас, друзья, поставить лайк и прокомментировать эту беседу. Ситуация сложная, но мы сохраняем спокойный рассудок, без истерик, без эмоций, это уже все прошло, уже более двух лет полномасштабная война, сейчас просто нужно взвешенно, наконец-то, без розовых очков оценивать ситуацию, чтобы не было хуже, потому как все 10 лет войны и все там 30 хвостиком лет независимости Украины вот ровно с 91-го года становилось только хуже. Лучше не было. Марина Ивановна, лучше извините, вы были при власти тоже, но лучше не было. Были периоды, когда была стабильность, но лучше ни разу не было. Жестко, Макс, вы сказали и по сути правдиво сказали. Скажу вам так, что я всегда готова и всегда несу ответственность за свои дела и за свои слова. Очень часто и не только за свои. И в моей, скажем, биографии это было. Но я точно знаю, что я не причастна ни к тому, что взрывались в Украине склады, начиная с 14-го года, где практически все снаряды, начиная от мелких, заканчивая 155-м калибром, якобы сгорели в этих пожарах на военных складах в Украине. Я не причастна к торговле оружием, которое было распродано, роздано, неизвестно, где делось в Украине. По большому счету, анализ военных экспертов говорит о том, что если бы у нас на вооружении осталось 14-го года все вооружение, которое было до того, нам бы хватило своими ракетами, без сторонней помощи, два года воевать с агрессором. И поэтому, когда я на этой неделе смотрела, как в парламенте душили того же Стефанчука и кричали, кто там девочка, кто там не девочка, давно уже все не девочки там. Все, нам это понятно. Но это не уровень, но это не уровень проблем, которые сегодня выносятся на всеобщее как бы обозрение, потому что и это, и предыдущая власть особенно ответственные за состояние военных дел в стране и за то, что по большому счету на теперешний день мы имеем вот такую страшную, несправедливую, безосновательную войну. И тут, во всяком случае, Владимир Зеленский расхлебывает ситуацию, которую он не создавал как президент страны. Достойный ответ, Марина Ивановна. Я ни в коем случае не хотел вас ни к чему винить. Я просто говорил о том, что... Я как бы... Да, да. Спасибо вам большое за вашу смелость, за ваши слова и за вашу, уж простите, адекватность. Потому как ну, так бывает, когда попадаешь во власть, уже, особенно сейчас, современное поколение власти, ну, сразу, знаете, как вот юные блогеры в 17 лет заработал свой первый миллион подписчиков и, значит, первый миллион долларов и куда-то улетел сильно в космос, сильно, сильно зазвездил, что это так называется, а потом очень больно падать, всегда, так это закон жизни, это закон джунглей. Вы же знаете, Макс, чем меньше знают, тем кажется, что ты знаешь больше всех и все. Поэтому так и получается и в жизни, и во власти. Берегите себя. До свидания. До новых встреч. Спасибо за приглашение к разговору. Всего доброго вам и зрителям. Продолжение следует...